И вот сейчас он в ринге. Он готовился. 16 с лишним килограммов, спрашивай. 6 победного поражения. А до победы 9 поражений. Причем не одного к нокауту. То есть парень крепкий. Будь терпеть. Дела о положении здесь речь не идет. Потому что это бокс. И каждый приходит драться за деньги. Девинчиев, да. У него 8 боев, 6 побед. И его последний поединок завершился ничейным результатом. Причем сам Микки сказал, лучше бы это было поражение, не дешевле ничья. Повезу 62 года. 62 года. Вы слышите реакцию зала. Я не знаю, как, но у промоутера этого боксерская вечера, и у Андрея Рябинского, у его помощника проделась такая идея провести бой Микки Роукса в Москве. Сколько я понимаю, сам Микки... Он попросился. Он попросился. Он считает себя другом, фанатом Проводникова. Он бывает на его всех боях, он приходит на тренировки, в зал туда к фредеру учил. Поэтому он сказал, что я буду вообще сопровождать все твои бои по всему миру. Ну и вот выдался такой, такая оказия провести бой в Москве. Я вот предложил себя, почему бы и я. А на самом деле катализатором этого стал поединок Руслана Проводникова с Тимоти Брэдли. Именно посмотрев этот бой, Роук сказал, что настолько Руслан меня вдохновил своим выступлением, что я как-то захотел снова драться. Ну, он, кстати, всегда говорил о том, что еще в 90-х годах, я помню, в конце 90-х, в начале 2000-х, что он всегда собирался выйти, и вот, наконец-то, мечта ему сбылась. Он уже находится в ринге. Бой, которого публика, московская публика, ждала с огромным нетерпением. Бой не титульный, бой не входит в расписание профессиональных поединков, но вот организован здесь в Москве Микки Рук выходит в ринг против молодого соперника. Ну, я, о правилах можно сказать, боксеры проведут 5 раундов по 2,5 минуты. Такой льготный, что ли, вариант, такой щадящий. Ну, еще бы, я бы посоветовал вот любому человеку, вот там, ну, даже не 60-летнему, а перешагнувшему порог 40 лет и чувствующему себя вполне нормально, вот, выйти в ринг и побоксировать хотя бы 2 минуты. Да, просто дома выбрасывать руки в течение там 3-х минут, 2-х минут. Помолился. Заслуженный артист Соединенных Штатов Америки. Может быть, заслуженный мастер спорта. Ну да. Итак, первый раунд. Давайте, очень интересно. Ну, вот это без разведки. Сразу, да. Микки пошел вперед. Поменял стойку на ревшу. Да, сразу. Сейчас обратно в ревшу. Спустил руки. Миша, 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 Миша! Миша кричат с трибуны. Половина кричит, половина улыбается. А еще отметим, был российский флот на поясе Миккирорка. Да, на левом боку. Вчера я спросил у вас, что с его рукой. Он спросил, что это травма. Старая травма, он мабулаторный бицепс. Ну, вот как человек в эти годы еще с такой травмой ходит фринг, да. Приглашает, как бы, он сейчас соперника. Ну, подходи, атакуй меня. Ну, вот, контратак. Показал левый, ударил справа. Точно умеет. Да, безусловно. Посмотрим. Здесь еще вопрос выносливости. Как бы то ни было, пять раундов по две с половиной минуты, это все-таки дистанция. Я вас прошу, умоляю, это очень много. Я даже не знаю, я на 46 лет, если я выйду на такой бой, как я себя буду поведушен к последнему раунду. А нет, это придуряется, придуряется. Вообще, мы очень много рассуждали на тему, что испытывает человек перед выходом рейнг, но это сложно объяснить. Как будто ты идешь вот, все на грани жизни и смерти, и самые сильные, самые здоровые, уверенные в себе, люди, которые ничего не боятся, с ними такое случалось подчас, что их просто было не нужно, как младенец маленький. Я, поэтому, ну, я был опыт выхода в рейнг 20 лет назад, да, но ты артист выходишь, но это совершенно другое. Один известный боец как-то сказал, причем он выходил в октагон, это боец ММА был, он сказал, когда ты выходишь, это целая комбинация ощущений, и большинство из них неприятные на самом деле. Да? Кричат, давай драться, что пришли-то? Сделаем скидку на лодок. Конечно. Первый раунд. Таркет представляет новое поколение напольных покрытий. Арт-винил. Креативный пол. Гипсо-стружечная плита – это универсальный материал для вашего дома. Прочный, экологичный, огнестойкий, шумоизолирующий. ГСП отвечает за все в вашем доме. Профессиональный антифриз «Синтек». Допуски ведущих автопроизводителей. Номер один по поставкам на автозаводы. Лидер продаж. Антифриз «Синтек». В сердце твоего автомобиля. Вот какие люди у нас здесь в зале. На стороночку он. Итак, второй раунд, друзья. Подчас, когда мы находимся на прямом эфире, мне друзья пишут смс-сообщение, как бы кто-то с просьбой сказать про конкретного боксера, кто-то напомнит какую-то вещь из карьеры того же другого спортсмена. Ну вот, а бывает часто. На самом деле, сейчас я специально не выключу телефон, мне уже пришли несколько смс-ок от женщин. От знакомых, естественно, от друзей моих. В пользу случаем привет всем. Итак, смотрите. Покерок. Провел неплохую атаку. Провел неплохую атаку. И не ухуй, хочет уходить. Надо было быстрее бежать в угол. Но, похоже, на самом деле, удар пропустил серьезный. Но драться будет. Нужно добивать. Мне даже показалось слегка Открытая перчатка за нами. Все, да, теперь еще одну с печенью. А вот это, да, по спине бить нельзя. Особенно после команды стоп. Молодец кричит. Даже не по спине, а пониже немного. Все, все, пошел. Прикрощен. Не думаю, что это было изначально придумано. То есть, оба сработали по сценарию. Здесь сценария не бывает. Ну и что же, нужно обязательно отдать дань уважения. Такому человеку, заслуженному артисту соединенных садов Америки. У которого сзади на поясе написано «Гуапа Сиемпра». Насколько я понимаю, что это вечный красавчик. Видимо, можно перевести. И такой был «Кикал на ботом». Ну, и, наверное, на кинулка можно записать в книгу рекордов Гиннеса, правильно? Но неофициально все-таки. Потому что официальный рекорд принадлежит Дьюи Базели, который 53 года дебютировал на профессиональном ринге, провел всего один бой. Это, кстати, человек, который отсидел 26 лет в тюрьме по ложному обвинению. Ну вот, мы наблюдаем радость. Марвин Саподиоса поднимает его Микки Рорг. Сажает на шею себя. Причем Микки Рорг у него переносит серьезных операций. И я знаю, что с позвоночником у него не в конце... Посмотрите на самозерки Микки Рорга. И даже я знаю, что федерация Фокса США не выдали лицензию Микки Роргу, а именно получил он ее в России. Наверное, поэтому и согласился приехать. Долго касается позвоночника, Марвин Саподио боксировал в категории 48 килограммов, поэтому, возможно, не будет больше ножек. Довольны. Счастливый Микки Рорг? Довольны все, думаю. Это какая уже досрочная победа сегодня, в сегодняшний вечер. Какой вечер нокаута? Да. Девятая? Нет, и девятая, вы смотрите. У нас было одно решение всего. Прошло, не смотришь, а девять поединков, а как будто они полетели просто. Ну, настолько бои были интересные, ну, и этот бегин тоже украшен сегодняшний вечер. Так вот, незаметно, незаметно, как-то боксерский вечер подошел к концу. Точнее, подходит. Но я нисколько не удивлюсь, если Микки Роргу будет секундировать, потому что, по крайней мере, помогать ему в углу. А я не удивлюсь, если он еще раз выйдет в Марию. В ближайшем будущем, не сегодня. Ну, если я не обеду по-бережьянам. Да. По тем временам угрожанства захочет российского. Потому что здесь его мечты сбылись, в России. Чего он не мог получить в своей родной Америке. Все получается здесь, в России. Вот, да. Время. И. И. Время. Продолжение следует...